Здравствуйте! Это Индустрия Кино. Еженедельная программа про новые фильмы и про тех, кто вкладывает в них свои силы, время и деньги. Отечественный кинорынок после резкого взлёта, вызванного стартом сразу нескольких крупных блокбастеров, взял паузу. И сборы, и посещаемость упали примерно на 20%. Тем не менее, число зрителей удержалось у отметки в 2 миллиона человек, а касса выходных составила почти 14 миллионов долларов. При этом средняя цена билета по стране упала на 12 рублей и 5 копеек. Смотрите в свежем номере Индустрии Кино. Сезон летних блокбастеров открыт. Самый загадочный фильм сезона. Супер-8 от продюсера Стивена Спилберга. Зачем сценарий держали в тайне даже от актёров? Режиссёр, создатель сериала «Остаться в живых» Джей Джей Абрамс и юные исполнители лично представляют новый фантастический проект Индустрии Кино. Кроме того, русский арт-хаус в цифрах. Как окупается отечественное авторское кино? Исследование нашей программы. А также большая премьера очень плохой училки. С Кэмерон Диас мы встретились на показе в Москве. Но об этом чуть позже, а начнём со свежей порции новостей Индустрии. Вторую часть «Звёздного пути» или «Старт-трека» начнут снимать уже этой осенью. Об этом в интервью интернет-порталу Digital Spy рассказал англичанин Саймон Пэк, исполнитель роли инженера Монгомери Скотта. Как ожидается, актёрская команда сиквела, у которого пока нет названия, изменится не сильно. В нём, в числе прочих, планируют остаться Крис Пайн, Карл Урбан, Зоя Салдана и Антон Ельчин. Планируется, что продюсером и режиссёром второй части по-прежнему будет Джей Джей Абрамс. Его лента «Супер-8» на прошлой неделе стартовала в американском прокате с первого места, и теперь у Абрамса появилось время заняться давно обещанным сиквелом. Студия Disney подписала контракт с Дэвидом Диджилио на написание сценария к следующему, третьему по счёту, фильму «Трон». «Диджилио» известен полярной драмой «Белый плен» с Полом Уокером в главной роли. Сценаристам предыдущей части «Трона» Адаму Хоровицу и Эдварду Киттису пришлось покинуть проект из-за большой занятости. Вернётся ли в режиссёрское кресло Джозеф Косинский, пока не ясно. «Трон. Наследие» при бюджете в 170 миллионов долларов собрал в прокате 400. Выстыкал неплохо, но и мировой кассы не взорвал. И потому были большие сомнения, возьмётся ли Disney за третью часть. На положительные решения студии повлияли в том числе и неплохие доходы от продажи сопутствующих товаров. Одновременно с «Наследием» Disney выпустил в продажу посвящённые фильму игрушки, концтовары, электронные игры, мотоциклы, одежду и даже дорогие дизайнерские аксессуары и туфли, цена на которые иногда превышала тысячу долларов. За полтора месяца до премьеры набирает обороты глобальная промо-компания блокбастера «Ковбоя против пришельцев». Появились, например, два новых коллекционных постера в дневном и ночном свете, а также новый трейлер с расширенными сценами. Также стало известно, что премьера новой ленты Джона Фавро состоится на самом популярном в мире фестивале научной фантастики Comic-Con, который пройдёт в Сан-Диего с 21 по 24 июля. Год назад Фавро в компании Харрисна Форда, Дэниела Крейга и Оливия Уайлд впервые представил здесь свой проект под овации 6 тысяч собравшихся, так что режиссёр вправе в этот раз рассчитывать на благосклонную реакцию первых зрителей. В американском прокате «Ковбоя против пришельцев» стартует 29 июля, российский релиз состоится на две недели позже, 11 августа. Теперь десятка самых кассовых фильмов минувших выходных. Десятое место. Игра без правил. Шпионский политический триллер с Науми Уоттс и Шоном Пенном в главных ролях продержался в десятке две недели подряд. Девятое место. Цена страсти. Драматический триллер быстрее других теряет зрителей. За неделю аудитория сократилась ещё на 85%. Восьмое место. Любовь. Инструкция по применению. Итальянская мелодрама с Робертом Де Ниро и Моникой Белуччи даже в премьерный уикенд шла при полупустых залах. В день каждый кинозал собирал на ней не более 20 зрителей. Седьмое место. Древо жизни. Триумфатор Каннского кинофестиваля на старте в России зарабатывает почти миллион долларов. Фильм посмотрели более 100 тысяч зрителей. Шестое место. Бунт ушастых. Этот новичок заработал примерно столько же. Собрать больше помешал единственный мультконкурент и лидер проката Кунг-Фу Панда. Пятое место. Пираты Карибского моря на странных берегах. Четвёртая неделя проката принесла блокбастеру ещё 2 миллиона долларов в России. А общая касса здесь перевалила уже за 60 миллионов. Четвёртое место. Люди Икс. Первый класс. Интерес к фантастическому экшену не ослабевает вторую неделю подряд. Фильм удерживает место в рейтинге, а его аудитория уменьшилась всего на 40%. Третье место. Олл-инклюзив или «Всё включено». Отечественная комедия с участием звёзд популярного скетч-шоу «Шесть кадров» бодро стартовала в прокате. На старте заработала 2,5 миллиона долларов и лучше всех в рейтинге наполняла залы. Второе место. «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок. Эта скандальная комедия собирает столько же, но на второй неделе проката. Мировые сборы приближаются к 450 миллионам при бюджете в 80. «Кунг-фу Панда 2», действующий чемпион мирового проката, на нашем рынке держится в лидерах уже третью неделю подряд. В общей сложности мультфильм в России заработал 28,5 миллионов долларов и вошёл в тройку самых кассовых лент этого года. Впереди с минимальным отрывом «Форсаж 5», а также недосягаемые «Пираты Карибского моря 4». Надо добраться до башни, но так, чтобы волки нас не заметили. Понял. Режим невидимки. Ненавижу пробираться. Привет. Привет. Фу. В начале июля в российский прокат выходит очень плохая училка. Это комедия с хулиганским сюжетом и со звездой класса А в главной роли. Кэмерон Диас, чьи фильмы только в России собрали около 35 миллионов долларов, специально приехала в Москву, чтобы лично представить этот проект аудитории. Этот визит очередной показатель того, как за океаном меняется отношение к российскому кинорынку в целом. Сборы здесь, даже у проектов с таким скромным бюджетом, делают погоду голливудскому бизнесу. Ждёшь завтрашний день? А, завтра суббота? Нет, завтра первый учебный день. Я, пожалуй, забью. Но ведь это твоя работа. У-у-у. У героини Кэмерон Диаса Элизабет Хэсли в жизни есть только одна мечта – сделать себе грудь пятого размера, чтобы найти богатого жениха и больше уже никогда не работать. А до тех пор ей приходится ходить в школу, возиться с ненавистными семиклассниками и пытаться любыми способами легальными и не очень заработать желанную сумму. В эти выходные мы будем мыть машины. На этом в прошлом году мы заработали шесть тысяч долларов. Погнали. Знаете, у моей сестры был такой учитель, редкий гад, хуже я в жизни не встречала. Он бил учеников линейкой, любил шлёпнуть ей по столу перед провинившимися. А ещё мог пригрозить ученику, что из его класса он сможет уехать только на больничной каталке. Знаете ведь, что это такое? И он мечтал только об одном – как бы отправить всех этих детишек по домам. Полный псих. Слава богу, хотя бы у меня он не преподавал. Когда в школу Хэсли приходит новый учитель, богатый наследник Скотт Деллакорт в исполнении Джастина Тимберлейка, героиня Диас понимает, что счастье само плывёт ей в руки. Тем более, как выяснилось, лучший учитель года получит солидную денежную премию. И у Элизабет начинает зреть оригинальный план, как сделать свой класс самым успевающим. С этого дня всё изменится, детки. Халява закончилась. Мне не нужна доска и мел, чтобы провести этот урок. Ну и топые. Дебилы! В Москву Кэмерон Диас приезжает уже второй раз за полгода. В январе она представляла здесь другую комедию «Зелёный шершень». Я Ленор Кейс. Ваш новый секретарь. Сто баллов. Правда, если герои того фильма яростно боролись со злом и учили зрителя только хорошему, то с персонажей плохой училки Кэмерон советует ни в коем случае примеры не брать. Тем более, что и сам фильм адресован публике старше семнадцати. Знаете, в экшене или комедии сниматься даже сложнее, чем играть обычную драматическую роль. Там есть свои технические трудности, и справиться с ними бывает непросто. Но мне очень понравились наши съёмки. Постоянно было такое чувство, что ты даже не играешь, а танцуешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова